Добрый день, мои дорогие! Меня зовут Юрий Пузыревский, и в этом видео я бы хотел поговорить о доступе к ресурсным состояниям и о доступе к ресурсам. Когда я говорю слово «ресурсы», я имею в виду не что иное, как то состояние, в котором вы готовы совершать те или иные поступки, которые для вас в данный момент необходимы. И говоря на языке NLP, мы говорим чаще всего о внутренних ресурсах, то есть что дает мне силу, что дает мне энергию. И очень часто, когда мы ставим перед собой какие-то цели, мы их действительно хотим, мы их действительно хотим достичь, и мы сталкиваемся с такой проблемой, что у меня есть классная цель, и да, вроде бы она меня зажигает, Но я почему-то сейчас не испытываю того состояния эйфории и энергии, и у меня нет возможности такой чисто физиологической, внутренней ее достигать. Хотя цель эта для меня действительно важна очень. И с такой ситуацией мы сталкиваемся достаточно часто, и всегда, я уверен, что всегда в любой ситуации есть решение. И в NLP есть такие базовые предположения, мы их называем в NLP пресуппозиции. Так вот, одна из пресуппозиций в NLP говорит, что весь субъективный опыт загодирован в нашей нервной системе. О чем она нам говорит? Она нам говорит на самом деле о том, что все, что когда-либо мы испытывали в нашей жизни, оно есть уже в нас. То есть, если мы испытывали когда-то восторг, если мы испытывали когда-то эйфорию, если мы испытывали когда-то творческое состояние, у нас все эти состояния хранятся в нашей нервной памяти. Я бы ее даже назвал эмоциональной памяти. И у нас есть прекрасная возможность это состояние для себя опять достать. Каким образом мы можем это сделать? Но на самом деле, если вы поставили себе какую-то цель и не горите энтузиазмом ее достигать, да, вспомните себя, когда вы были влюблены. У вас не было сомнений, что вы хотите быть с этим человеком. И вы могли преодолевать какие-то невероятные расстояния. Вам хотелось проснуться пораньше для того, чтобы скорее увидеть этого человека или сказать ему что-то, или написать смс-ку. Так вот, так или иначе, мы испытывали эти состояния в детстве, в юношестве, в молодости. И мы можем сознательно вернуться к тому состоянию, когда мы действительно испытывали нечто подобное, нечто похожее. И когда мы, вы можете задать вопрос, как это сделать? Вам нужно сесть, расслабиться или наоборот, пойти на прогулку. И просто повспоминать себя, себя самого ассоциировано, то есть из себя изнутри повспоминать, когда вы испытывали нечто подобное. Нечто подобное, когда вас, я не побоюсь этого слова, когда вас перло. Просто вспомните, когда вас перло. Перечислите несколько таких моментов, когда вас действительно перло. И когда вы поперебираете, поперебираете для себя и составите некий для себя такой условный внутренний список тех моментов, когда вам было хорошо, когда вас ничто не останавливало, вы можете пользоваться этим своим списком. То есть периодически возвращаться к тому состоянию, когда вас реально перло. То есть вспоминать это. Вспоминать это состояние, и оно будет переноситься на ваше текущее состояние. Для меня, допустим, такое состояние, когда я любил кататься в детстве на мотоцикле. Я вот прямо летом, знаете, в деревне, когда ты можешь взять и уже как взрослый, почти как большой человек, взять и покататься на таком серьезном средстве передвижения, как мотоцикл. И ты только думаешь о том, как бы тебе скорее где-то добыть этого бензина, что-то продать, насобирать грибов, ягод, поехать на рынок их продать, чтобы купить бензин и покататься. Вот для меня это моя ситуация, вот этот мой опыт, закодированный в моей нервной системе, есть большой ресурс, когда мне нужно чего-то достичь. Я уверен, что в жизни каждого из вас есть такие состояния. Просто не поленитесь, не поленитесь, возьмите для себя сейчас, прямо сейчас, не нужно откладывать это на потом. Вспомните свою жизненную ситуацию, а лучше несколько таких жизненных ситуаций, когда вас реально перло и когда вас было реально не остановить. И этот опыт постарайтесь перенести на вашу сегодняшнюю действительность. Я желаю вам успехов в достижении ваших целей. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Друзья, если вы видите, формат канала немножко меняется. Я знаю, что многие люди приходят на мой канал за конкретными НЛПшными техниками. Я сейчас стал их немножко разбавлять своим жизненным опытом. И на мой взгляд, это более такой лайтовый, легкий формат, когда вы можете 3-5-минутное видео посмотреть, не разбираясь в деталях. Напишите, пожалуйста, в комментариях к этому видео, как вам этот формат, как то, о чем я вам рассказываю. Полезно это, бесполезно. Мне очень хочется развиваться самому, развиваться вместе с вами. Поэтому, друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. С вами был Юрий Пузыревский. Пока-пока.